Я рад приветствовать всех, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, те, кто слышит нас. В следующих 30-40 минут – это особенное время, воскресное, утреннее время. Христиане по всему лицу земли собираются для того, чтобы слушать Слово Божие. Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому недостаточно просто поддерживать жизнедеятельность нашего организма, нам необходимо питание для нашего духа. И это и Слово Божие. Сегодня вместе с вами я хочу открыть Священное Писание, книгу «Притч» 18 глава, 21 стих. Здесь простые, но очень мудрые и насущные советы мы получаем от премудрого Соломона. Он говорит следующее. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Друзья, в своей жизни мы часто видим парадоксальную картину. Человек получает мечту, Слово от Господа. Иногда мы называем это видение, это как направление жизни, это как понимание то, кем Господь его создал и для чего, для чего он живет на этой земле. Это слово, оно вдохновляет, оно окриляет, оно дает уверенность в том, что стоит недосыпать, стоит трудиться, стараться, стоит прилагать усилия и бежать, что-то делать, творить, чтобы исполнить призвание, которое Господь имеет для жизни. И в это же самое время он начинает встречать вокруг себя людей, которые не то что не верят в то, что у него есть мечта, они просто высмеивают, они критикуют его, они буквально, можно сказать, кричат этому человеку, что у тебя ничего не получится. Это просто глупость какая-то, ты обречен на неудачу, посмотри на себя. И нередко я встречал в моей жизни людей, у которых опускались руки, у которых просто не было больше той внутренней энергии и потенции идти вперед, и они останавливались. Есть другая картина, абсолютно противоположная. У человека даже нет никакого понимания о том, что у Бога может быть план для его судьбы. Он сам все решает, он сам себе голова, он сам господин, он делает, что он хочет, он берет от жизни все, потому что он верит, что у него только одна жизнь и жизнь на этой земле, поэтому он пытается взять от нее все, все, что получается. И рядом находятся друзья, друзья, которые в кавычках, можно сказать, друзья, которые советуют ему, давай, 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 делай то, что ты делаешь. И нередко этот человек бежит, его вдохновляют такие же люди, и потом впоследствии разбитым, разочарованным в отчаянии и глубоко внутри с какой-то пустотой. Хорошо, если он встречает христианина, который направляет его к Богу, а бывает так, что люди так и заканчивают свой бег. Я хочу сегодня вместе с вами коснуться этой существенной и важной темы, темы вдохновения или разрушения. Писание говорит о том, что слова наши, они имеют силу, невероятную силу. В Библии сказано, что Божие Слово, оно подобно мечу обоюдоострому. Но я хочу сказать вам, что и наши слова, они подобно как меч, они проникают в глубину человеческого естества и что-то производят там. Иногда они такие сладкие. Написано, слова наушника, они просто как елей, как сладовство. То есть кто-то на ушко тебе говорит, шепчет какие-то секреты, сплетни, а тебе так приятно, тебе так хочется просто посудачить, посидеть, посплетничать, вот осудить кого-то, посмеяться над кем-то, унизить кого-то. И непонятным для себя образом ты чувствуешь себя комфортно, ты чувствуешь себя хорошо. Вы знаете, Библия говорит о том, что мы должны следить за своими устами, за тем, что мы говорим. Иако вообще говорит о том, что язык – это зло, и он может быть воспаляем от гиены. Гиена – это бездна, это там, где демоны и ад, и огонь вечный. Оказывается, язык наш может быть соединен с вот этой бездной, и вдруг каким-то образом оттуда вот этот злой момент, вот этот меч, или вот эту гиену, этот ад приносить в жизнь другого человека. Я хочу вместе с вами совершить небольшое путешествие, путешествие в библейские истории. И я несколько из них просто проиллюстрирую и покажу вам, что произошло. Одна из них об этой истории сказал апостол Петр в своей первой проповеди. В Деяниях, в 7 главе, я буду читать, с 26 стиха мы читаем. «На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Это история о жизни молодого человека, которому было 40 лет, его звали Моисей. И Петр рассказывает его судьбу, рассказывает иудеям в Иерусалиме. И он просто описывает, что произошло. И он говорит, на следующий день, когда некоторые из них, то есть речь идет о евреях, речь идет о том, что когда они были в рабстве, и было очень трудно, у них были серьезные, тяжелые работы. Они работали, трудились, и в этом состоянии накала, гнева, отчаяния, безвыходности, тупика, уныния, депрессии, вот это все навалилось на них. И он увидел, Моисей, что один египтянин насильственно бьет еврея, раба, и он вступился, и написано в Библии, что он убил его. Не знаю, случайно или намеренно, когда он убил его, он попытался спрятать последствия своего преступления и закопал тело в песке. А на следующий день он увидел, что два еврея между собою, они дерутся, они спорят, у них конфликт, и он пытался их примирить. И вдруг он слышит в ответ, на обижающий ближнего толкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею над нами, 27 стих. Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? От всех слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. И вдруг он слышит, как один еврей ему говорит, и он говорит, кто ты, кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? Просто слова, два стиха, два предложения. Но здесь есть два послания в этих двух предложениях. Первый из них, этот неизвестный нам еврей, раб, дал понять Моисею, что ему известно о всех самых темных и сложных моментах жизни Моисея. Ему известно о том, что было вчера, что он убил египтянина и закопал тело в песке. И второе послание, которое мы читаем здесь, он говорит, ты кто? Вообще, кто тебя поставил начальником или судьей над нами? Кто ты? Конечно, после этих слов Моисей имел выбор, либо справиться с этим, либо ответить на это самому себе, либо каким-то образом удержаться в этот момент такого мощного словесного удара, либо то, что мы читаем, что и случилось. Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадианской. Самое интересное, что он убежал, написано от всех слов. Вы скажете, пастор, но ведь дело не в словах. Ведь дело в том, что Моисей в действительности убил египтянина и закопал его. Ведь дело в самой ситуации. Но в Писании написано, от всех слов Моисей убежал. Другими словами, слова, именно слова, сыграли эту роковую роль. Стали тем водоразделом или тем триггером или спусковым крючком, после которого Моисей, которому было 40 лет, убегает, оставляет свое положение. А он ведь был сыном дочери фараоновой. Он был в царском дворце. И он-то в действительности мог ответить этому рабу, что ты вообще кто? То есть потому что по статусу он был египтянином и он был начальником, в данном случае, над этими рабами. Но Моисей ничего не сказал. Он просто был разрушен. И он убежал. Он убежал. 40 лет состоявшийся человек. С другой стороны, возможно, у него этот кризис 40-летний, когда он ищет смысл жизни, ищет, как двигаться дальше, что делать, какова моя роль. Потому что люди, изучающие жизни людей, все склоняются к тому, что где-то в 40 лет у человека наступает момент, плюс-минус несколько лет, когда он задумывается совсем по-другому уже, чем в юности, о смысле своего существования. И вот в это время он получает мощнейший удар. Удар не физический, удар словом, который иногда намного даже тяжелее, чем физический удар, и убегает в пустыню. И следующих 40 лет он живет в пустыне. Вы помните, когда Бог приходит к нему и приглашает его в это путешествие, чтобы вывезти народ израильский из Египта? То Моисей возвращает Богу этот же вопрос. Он говорит, я приду к ним, а они спросят меня, кто ты, что отвечать мне. Это означает, что в течение 40 лет эта стрела, эта боль, этот вопрос остался неотвеченным. Кто ты, кто поставил тебя судьею над нами? Неизвестный еврей смог высвободить вот те слова, которые глубоко вонзились в душу Моисея. И теперь он пришлец, он никто, он чужак, он в чужой земле. И никакой он теперь не царский сын или не сын дочери фараоновой, и нет у него больше никаких там колесниц фараоновых, и никакой роскоши, и не ходит он больше по Египту, чувствуя свою привилегированность. Но он чужак, он в чужой земле, чужой народ, он никто. Его судьба совершенно идет по другому сценарию. 40 лет, 40 лет в пустыне. И в Библии сказано от всех слов. А вот другая история. История связана с старем Давидом. У Давида в сердце на первом месте был Бог. Он всегда поклонялся Богу, он всегда любил его всем своим сердцем от юности. С того времени, когда он был пастушком, с того времени, когда он пас овец. И вот Давид приходит, чтобы братьев своих посетить. И сталкивается с ситуацией, когда Голиаф поднимается, и он поносит имя Бога Всевышнего. Вы знаете эту историю, как Давид спрашивает, а что будет тому, кто победит этого великана? И ему говорят, что царь отдаст до полуцарства, и дочь отдаст свою жены этому человеку. Я думаю, Давид имел эти естественные, здоровые, человеческие амбиции. Он не против был бы вообще-то перебраться из своей деревни, из своего места в столицу. Не против был бы быть поближе к царю. Не против был бы жениться на царской дочери. А почему бы и нет? Он чувствовал в себе лидерский потенциал. И Давид посмотрел, послушал, что происходит, как этот необрезанный человек, как он говорит, как он хулит имя Бога. И Давид вступается в этой истории, вступается за Божий народ и побеждает Голиафа. Потом Давид оказывается в дворце царском, потому что злой дух начинает сходить на Саула. И тогда Иоаннафан и другие люди посоветовали царю, чтобы он позвал человека, который играл бы. А Давид прекрасно играл на разных музыкальных инструментах. И вот Давид в царском доме. Наверняка Давид мечтал каким-то образом все-таки получить в жены дочь царя Саула. И рассматривал это как ступень к своему царствованию. Но Саул не полюбил Давида. Не просто не взлюбил его, он даже в какой-то момент поставил перед собой задачу уничтожить его, стереть его с лица земли, чтобы из запаха даже не было Давида нигде. И начинается сложный период в жизни Давида. Но перед этим написано в Библии, что Милхола, младшая дочь, она полюбила Давида. И Саул подумал о том, что отдам-ка я свою дочь за Давида. И таким образом пусть рука филистимлян будет на нем, и я смогу с ним распрощаться. У него был коварный, лукавый план. И Давид женится на Милхоле, на царской дочери. Но не получилось так, как задумывал Саул. В результате, в конечном счете, он очень часто вмешивался в жизнь молодых людей. И он очень сильно постарался. И потом случается так, что уже их брак распадается. И Милхола выходит замуж за другого человека. Давным-давно произошел этот бракоразводный процесс у них. У Давида уже потом другие также жены появляются. И проходит несколько десятилетий. И Давид становится царем. Умирает Саул, зять Давида от первой жены или тесть Давида. И Давид становится царем. И в один из дней перед Давидом есть ясная картина. Он хочет соединить. Израильское и иудейское царства они были разделены. Но Давид сам, он не был из царского рода. И он подумал о том, что хорошо было бы вернуть свою жену первую Милхолу к себе. И он возвращает ее. Я бы сказал вероломно, насильственно. В Библии там сказано, что ее муж шел и провожал ее и плакал. И Милхола возвращается в столицу. Возвращается. Давид помещает ее в том месте, где он живет. И начинается как бы семейная жизнь. Но что в сердце у Милхолы? Как-то ее судьба, то она замужем за Давидом, то потом за человеком другим, потом обратно возвращается она к Давиду. И вот наступает тот день, когда Давид возвращает Ковчег Божий в столицу, в Иерусалим. И когда он входит, много народа там, весь город приходит на центральную площадь, потому что там Ковчег Божий, его приносят туда. И Давид перед Ковчегом, сняв свои царские одежды, танцует, пляшет, радуется. И для него это так важно, потому что он Богу поклоняется от всего своего сердца. А жена его Милхола сидит в своем тереме, сидит и смотрит. Куда смотрит? Да смотрит на центральную площадь в Иерусалиме и видит своего мужа Давида, который танцует. Танцует, как обычный человек, сняв царские одеяния, все доспехи. Просто танцует перед Ковчегом. И она выходит к нему навстречу. И она спускается и прямо перед лицом всего честного народа, она просто открыто и громко заявляет. Как уничижился ты сегодня, царь. Как простолюдин, как пустой человек. Что же происходит с тобой? Почему же ты так ведешь себя? Да, прямо, ладно бы сказала, где-то там в углу дома, так она прямо перед всеми делает такое заявление. Давид смог отразить этот момент унижения. Эту стрелу, которая просто вонзилась в его сердце, он смог отразить. И он сказал, а я еще больше унижусь перед Господом, Богом моим. Я перед Господом и танцевать, и плясать буду. Бог мой достоин этого. В Библии после этого сказано, что у Милхола не было детей. И богословы говорят, что это было наказание или воздаяние за то, как она унизила своего мужа. Я хочу сказать, друзья, что так часто в нашей жизни мы не контролируем свои уста и начинаем быть инструментами в руках дьявола, который использует нас для того, чтобы ударить другого человека, чтобы унизить его. И в Писании очень ясно показано, что нам необходимо бодрствовать и следить за нашими устами. Иаков говорит такие слова. Он говорит, братья мои возлюбленные, в первой главе, в девятнадцатом стихе, всякий человек, да будет скорно слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Мне так и хочется сказать, медленным будь, не говори, не делай больно другому человеку. Я не знаю, а вы переживали когда-нибудь нечто подобное? Такие моменты, когда вы пытались что-то достичь, чего-то достичь. Когда вы пытались поступить в университет, когда вы сдавали экзамен, или, может быть, когда вы начинали свое собственное дело, у вас было совсем немного денег, а навыка еще меньше, но вам так хотелось, и вы рисковали, и вы вкладывали свои средства или занятые деньги, и вы думали, что у вас пойдет. А кто-то со стороны говорил, и что? Обними свою денежку или последний раз посмотри на нее, потому что ты больше ее никогда не увидишь. Они тебе не вернутся, ты просто спускаешь эти деньги, и у тебя руки опускались, и ты думал, я больше не пойду, и я не буду этого делать. Или, может быть, когда вы поступали на работу, вы слышали какие-то слова, которые просто вас приводили в ступор, или когда собирались жениться, или выйти замуж, или начинали делать ремонт в доме своем, в квартире своей, у вас не хватало финансов, да и опытности не так много. Вы каждый раз открывали YouTube или Google, чтобы посмотреть, как там клеить обои, как там правильно покрасить, и кто-то более опытный стоял над вами и посылал вам такие сигналы, унижающие и оскорбляющие вас. Я хочу сказать, что я в жизни своей переживал, переживал немало таких моментов, и я пришел к пониманию, к которому пришли многие служители Божьи, что очень важно окружить себя людьми теми, которые бы имели Божий взгляд на тебя. Ни плотской, ни человеческий взгляд. Вы помните, однажды к Иисусу матерь и братья пришли, а Иисус в это время служил людям, они пришли с другого места, потратили несколько дней и не могли пробраться к Нему, и когда Иисусу сказали, что мама и братья ждут тебя, Он не побежал к ним, а напротив, так интересно, прокомментировал, Он сказал, кто мне, матерь и братья мои? И ответил, тот, кто слушает и исполняет слова мои, слова Божьи, волю Божию. Друзья, оказывается, есть люди, которые исполняют Божью волю, исполняют дьявольскую волю, есть и такие люди. И так важно окружить себя людьми, которые смотрят на тебя не по плоти, а смотрят на тебя глазами Божьими. Родной брат Иисуса, который был младшим по плоти, по матери, его звали Иаков, на протяжении всей земной жизни Иисуса критиковал его, и ходил и говорил, да я знаю его, это мой старший брат, да вы чего слушаете его? Да как это так? Да что вы идете толпой за ним? Да я с ним рос, да мы у отца вместе плотничали здесь, да мы тут вместе творили, ну конечно, вы его слушаете так, да я рос с ним вместе, кто такой Иисус? Это мой брат старший, я родной его брат, младший его. А потом, после смерти и воскресения, Иаков возглавил Иерусалимскую церковь и стал пастырем. Представляете, как это удивительно. Да, я знал его, он мой старший брат, но то, что он сын Божий, я поверил в него. После того, что он совершил, после его жизни, наблюдая за ним, я могу сказать, он воистину Божий сын. Друзья, а правда, что делать, если в вашей жизни так много критиков? Я хочу сказать, что в моей жизни было тоже немало таких критиков, но я очень благодарю Бога за тех людей, за команду, тех, которых Бог дал мне, которые смотрят на меня неплоцкими глазами, которые говорят мне в тот момент, когда я сомневаюсь, в момент, когда мне очень трудно, когда большие проекты стоят передо мной, и мне кажется, что я не смогу это как-то довести до конца, осилить, когда очередная какая-то ситуация, и я как-то останавливаюсь внутри. Они говорят, давай обратимся к Богу, у тебя получится, у нас получится, мы стоим вместе с тобой. Совсем недавно у меня была ситуация, я возвращался домой, как раз накануне конференции, через день должна была начаться конференция, и я ехал по западной части Украины на автомобиле. Я ехал всю ночь, и на утро я остановился, солнышко так немного, хотя очень морозный день, минус 20 в той части мира, это прямо холодно. И на светофоре останавливается возле меня полицейская машина, и они опускают окошко, задают какие-то вопросы, какая модель автомобиля. Я говорю, вы знаете, я не до конца знаю, какая там буковка. Они просят остановиться после светофора, я останавливаюсь, они выходят, говорят, отдайте документы, а потом говорят, откройте капот, и буквально через каких-то несколько минут они смотрят и говорят, «Ой, послушайте, а у нас есть подозрение, что ваш автомобиль угнан». Я говорю, я приобрел его, мы его купили, он не может быть угнанным, мы его поставили на учет. А у нас есть подозрение, что вот эти цифры, они перебиты. И в течение каких-то 30-40 минут они вызывают еще несколько автомобилей полицейских, они просто выставляют меня на улицу с моим рюкзачком, в моих тофельках, легко одетым, и забирают у меня автомобиль. И я звоню своей жене, и я говорю, представляешь, Надюшка, что происходит? И в этот момент я растерян, потому что буквально через день конференция должна начаться, у меня все планы рушатся, и я не знаю, что делать, я просто вот выставлен на улицу и в том городе, в котором я не живу. И она мне говорит, а разве нас Бог когда-нибудь оставлял? Дорогой, ты вспомни, сколько раз Господь являл чудеса, значит, у Бога есть какой-то план, значит, мы не все понимаем. И она укрепляет и утверждает меня в уповании на Господа. И она как бы собирает меня внутри. И я выхожу, и я ни слова не говорю в упрек этим людям. И я рассматриваю всю эту ситуацию, как ситуацию, которую Бог позволил, чтобы это произошло. Как за всем этим стоит Бог. Конечно, я молился до тех пор, пока выйти из автомобиля. Я собрал свои вещи, и я молился, и я говорил, Господи, если это дьявол, я прогоняю тебя во имя Иисуса. Дьявол, убирайся. И оставил мне автомобиль. Но, знаете, мне пришлось уйти. И я принял это, и принял внутри, не получив разрушения. Почему? Потому что рядом оказались люди, которые говорили слова поддержки и мотивации. Это была моя жена. И так поступают мои друзья, моя команда. Автомобиль через несколько недель вернули. Все оказалось просто надуманным. Но я получил очень хороший урок. У меня есть три совета, которые я хочу оставить каждому из нас. Что сделать, чтобы проходить моменты, когда завистливые люди или люди, которые тебя не любят, и просто, они просто тебя не любят. Они никогда не признают твой успех. Они всегда будут скрежетать зубами на то, что у тебя получается. Или люди, у которых просто в личном плане была неудача. И они раненые, разрушенные. И они теперь вот через призму своей неудачи смотрят на всех. Им плохо, когда у тебя удача, когда у тебя хорошо. Им от этого плохо. Они спать не могут спокойно, когда ты в успехе. Что делать? Как проходить такие ситуации, когда вы оказываетесь в окружении таких людей? И я хочу дать вам три совета, три слова. Первое из них – это целеустремленность. Я заметил, что люди, знающие Бога, знающие волю Божию, служащие Богу, целеустремленные люди, люди, у которых есть призвание, и они исполняют его, они проходят намного легче. Всякую критику и несправедливые обвинения, и всякую клевету. Мы не можем избежать этого. В жизни служителей Божьих и христиан всегда будут люди, которые будут показывать пальцем, которые будут унижать тебя и которые будут критиковать тебя. Но целеустремленность, когда ты стремишься к цели, апостол Павел так и сказал в основании к филиппийцам, он сказал, я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. А в другом месте, когда он был в милите с пастырами и старейшинами, и пророческое слово было в его жизни, и это слово было в плане того, что он идет дальше в Иерусалим, и Павел говорит, я иду в Иерусалим, и что там его схватят, там его свяжут, бросят его в темницу, и его жизнь закончится, закончится мученически, и что это его последняя дорога, в которой он свободен. И апостол в 20 главе Деяний, в 24 стихе, отвечает на это следующими словами. Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое. То есть мой бег, мое призвание, ту задачу, которую я получил от Бога, только бы с радостью совершить мое поприще и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Друзья мои, это так важно. Мой вопрос к тебе. А знаешь ли ты, что в твоей жизни есть призвание? А знаешь ли ты, что Бог смотрит на тебя и смотрит на то, как ты исполняешь, если ты ворчишь, если ты недоволен, если ты постоянно излучаешь вот такой негатив вокруг себя, или ты принимаешь негатив как губка. Кто-то скажет положительно, кто-то скажет отрицательно, а ты будешь слышать вот это. У тебя ушки настроены на низкую частоту, и ты вот это все слышишь. Ты не сможешь с радостью завершить свой бег. Так ты не сможешь исполнить служение, которое Бог поручил тебе. 30 лет назад, когда я начинал, у меня было столько мечты. Я помню, когда я проповедовал в пустой зал. Просто пустой. Пару человек сидят, миссионеров, которые приехали со мной, и то они через месяц уехали. Там один остался. Но я проповедовал с полной верой, что этот зал будет заполнен. Столько вдохновения, столько мечты. Через 10-15 лет, если бы вы посмотрели на мое сердце, я все так же мечтаю, но я немного подустал. И мечты, я понял, не исполняются так быстро. И я понял, что не все так просто. И столько ответственности теперь на мне, и столько задач на мне, и столько того, что я должен сделать. И как-то, и как-то вот эта мечта, она не такая уже яркая. И так как-то трудно взбираться. И как-то я чувствую, что я продолжаю свой бег. Но мне, но мне непросто. Но мне, но мне трудно. И мне так хотелось бы, чтобы кто-то рядом бежал со мной. Кто-то помог бы мне. А кто-то, может быть, даже вырвал собой вперед. И это стимулировало бы меня, чтобы я сделал свой рывок. И так же попытался бежать еще быстрее. Еще больше любить Иисуса. Еще больше проповедовать. Еще больше служить. Целеустремленность. Вот как проходят божьи люди сквозь критику. И второе слово, которое я хотел бы, чтобы мы услышали, это целостность. Целостность души. Что такое целостность души? Это когда ты у ног Иисуса получаешь прежде всего покой и мир. Ведь мы служим от избытка. От избытка сердца, говорят уста. Скажу вам, а некоторые служат не от избытка, а от обязанностей, от чувства долга. Я не хотел бы, чтобы когда-либо ты служил и что-либо делал от чувства долга. Но когда ты переполнен миром, присутствием Божьим и благодатью Божией, и когда ты служишь от избытка сердца, течет Божья благодать и Божие присутствие. Целостность души. Там нет места боли, той, которую причиняют люди, критикующие тебя. Там к тебе эти слова, они не попадают, они как горошина от стены просто отскакивают. Помните, Давид, тогда в той армии израильской задает вопрос, а что будет тому, кто победит этого великана? И старший брат Елиав, он говорит такую фразу ему, он говорит, я знаю твое высокомерное и дурное сердце. Я знаю. Подождите, подождите минутку. Никто не дал право судить о сердце. Никому не дано право, чтобы мы могли высказывать оценочное суждение о других людях. Мы можем дать оценку поступку человека или можем сказать, что в этой ситуации, а ситуации мы видим вот так, вот то, что происходит. Но судить о человеке, тем более о сердце, о средоточии всей жизни, может только Бог. А вот старший брат говорит, я знаю твое высокомерное и дурное сердце. А что было с Давидом? Давид что? Голову опустил и стал плакать, и ушел домой? Нет. Написано, что Давид повернулся от них в другую сторону и продолжал дальше спрашивать. А что будет дальше? От него отлетело все это оскорбление и клевета, и унижение, и весь этот суд, как отлетает мяч от стены, когда вы бросите этот мяч в стену. Вот что такое целостность. И третье слово, которое я хочу оставить каждому из нас, это влияние. Это влияние. Влияние очень важно. Друзья, мы все имеем влияние. Влияние имеют родители на своих детей, руководитель, начальник имеет влияние на своих подчиненных на работе. В церкви пастор, пасторы, служители, служители домашних церквей, лидеры разного уровня имеют влияние также. В силу своего жизненного опыта или возраста, или, может быть, профессиональных качеств, люди тоже имеют влияние там, где они живут, там, где они трудятся. Ну вот вопрос. Какое влияние оказываем мы? Что исходит из наших уст? Вы помните историю? Это история о молодой красивой девушке, которая была в рабстве, в вавилонском плену. И вот интересно, царь посмотрел на нее и захотел взять ее себе в жены. Целый год ее притирали, готовили ее, и потом она поднялась до уровня царского достоинства. А у нее был дядя. Дядя – богобоязненный святой человек. И был еще человек другой по имени Амон, Амон, который был врагом, и который хотел, Аман, который хотел просто смерти всего народа. И этот человек подговорил царя. И царь издал указ, чтобы в определенный день все жители страны убили евреев. И тогда дядя Мордахей не просто оценивал ее как свою племянницу, потому что дядя дал добро, чтобы она пришла к царю, и он одобрил этот поступок ее. Но в этот момент он влияет на нее, и влияет очень важно. И он говорит, не на это ли время ты достигла царского достоинства? Он вносит свою коррекцию. И он говорит, не думай, что ты избежишь этой участи. Не думай, что ты одна спасешься. Не это ли время, когда бы ты пошла к царю и ходатайствовала, и говорила о спасении своего народа. Вы знаете, история имеет счастливый конец, но вот здесь очень важно влияние. Влияние, какое мы оказываем на других людей. Итак, как нам проходить? Сквозь эти сезоны, когда другие люди разрушают нас. Друзья, спроси сам себя, есть ли у тебя цель, цель твоей жизни? Есть ли у тебя то, во что ты вкладываешь себя, целеустремленность? Спроси сам себя, насколько ты внутри исцелен, и целостный ли ты, и какое влияние оказываешь ты на других людей? Я хочу молиться сейчас, хочу сказать, что Иисус здесь, прямо здесь и сейчас, там, где ты находишься. Он хочет дать тебе мир, Он хочет наполнить тебя, Он хочет, чтобы ты обратил внимание на свои уста. Что ты говоришь? Какое слово исходит из твоих уст? Говоришь ли ты то, что доставляет благодать слушающим? Или, напротив, ты используемый дьяволом, чтобы разрушить других людей? А если кто-то из вас разрушен? А если у кого-то из вас нет больше того стимула и того вдохновения? Я верю, что прямо сейчас Дух Святой хочет коснуться тебя и сказать тебе, что Он не изменился. И в своих планах, и в своем призвании, и в своих дарах. Апостол Павел говорит, дары и призвания непреложны. То есть, Бог все тот же, Он все так же протягивает свою руку к тебе и говорит, побежим, пойдем, давай вместе, давай проповедовать будем, давай Царство Божие будем строить, давай будем делать то, что ты планируешь. Давай, я буду с тобою, я помогу тебе, я вдохновлю тебя и я поддержу тебя. Давай.